Привет, дорогой зритель! Прямо сейчас команда Универньюз познакомит тебя с событиями студенческой жизни. С тобой Анна Глазунова и мы начинаем. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФО обсудили планы на ближайшие три года. Как восстановить легкие стволовых клеток? Ученые из Китая совершают прорыв в медицине. Ученые КФО вылечат болезни сердца при помощи лазера. Состоялась защита дорожной карты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Каковы планы института на ближайшие три года, вы узнаете прямо сейчас. Дорожная карта Дорожная карта Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. На защите было подчеркнуто взаимодействие с партнерами в науке и инновациях, а также переход к практикоориентированным подходам в образовании. Здесь очень важно, чтобы работодатели для наших выпускников принимали активное участие не только в научных разработках, но и наши образовательные технологии также способствовали бы, чтобы наши выпускники с меньшим лагом времени могли бы адаптироваться в проблематику наших партнеров, наших компаний. На 2018 год в рамках сотрудничества с стратегическими партнерами запланированы проекты в областях нефтедобычи, нефтепереработки, композиционных материалов и кабельной продукции и химических технологий. Явно видны ваши лидерские позиции в области хоздоговоров. По доле иностранных студентов, иностранных НПР и доходов от НИР вы лучше в нашем научно-образовательном пространстве. По окончанию презентации дорожной карты Казанский федеральный университет и его партнеры, среди которых региональный центр инжиниринга «Химтех», группа компании «Нефис», представители нефтяной отрасли Кубы, обсудили главные проблемы и перспективные направления нынешнего и будущего сотрудничества. В частности, ученых института привлекут к разработкам практических решений в интересах целого ряда компаний, а «Химтех» выступит как производственная база опытных образцов. Результаты 2018 года будут оценены при следующем рассмотрении стратегии развития уже в 2019 году. Артем Тупичкин, Ленардо Валетяров, Универньюз. Китайским ученым удалось совершить прорыв в медицине. Они нашли способ восстановления поврежденных клеток легких. В настоящее время опыты продолжаются. Специалисты уверены, что нашли правильный путь борьбы с вирусами. Китайские ученые Ученые надеются, что в дальнейшем до открытия поможет решить многие медицинские проблемы, например, в борьбе с онкологией. Ученые Казанского федерального университета также активно работают в этом направлении. В Казанском университете мы также разрабатываем методы лечения различных заболеваний с помощью собственных стволовых клеток. Например, мы активно используем стволовые клетки, которые мы выделяем из жировой ткани. У нас работы ведутся не только на мелких лабораторных животных, как, например, у китайских коллег, но и на крупных животных, таких как свиньи, которые анатомически наиболее приближены к человеку. По регенерации легких в Казанском университете также разрабатывают проекты совместно с коллегами из Германии. У нас есть совместный проект, в рамках которого мы разрабатываем генный препарат, который бы оказывал терапевтическое воздействие на поврежденные легкие. Анна Глазунова, Универньюз. В 1819 году была совершена кругосветная экспедиция, в которой принял участие выпускник Казанского императорского университета. Именно благодаря этому человеку по результатам экспедиции был найден новый материк. Подробнее расскажет Олег Кашин. В то время, когда Николай Лобачевский управлял Казанским императорским университетом, было сделано множество научных открытий, в которых университет принимал участие. Одно из самых важных событий того века началось в 1819 году. Именно тогда Иван Симонов, выпускник Казанского императорского университета, вступил на борт Шлюпа-Восток, намереваясь совершить кругосветное путешествие. Иван Симонов был единственным ученым в этом кругосветном путешествии, так как заграничные ученые, которые должны были присоединиться к экспедиции, сделать этого не смогли. В 1819 году Академией наук и Адмиралтейством России была создана экспедиция кругосветная по Южным морям на двух шлюпах – Мирный и Восток. Все образцы, которые были привезены оттуда, а их общее количество 180 было, были привезены именно в Казанский университет и потом были распределены по разным музеям. По результатам кругосветной экспедиции моряками был открыт Южный полярный ледовый материк Антарктиды. Кроме этого, Иван Симонов привез в Казанский императорский университет большое количество геологических, зоологических, а также этнических экспонатов, которые по сегодняшний день хранятся в музеях университета. По возвращению в Казань Иван Симонов в 1822 году стал профессором астрономии императорского университета, а позже его значительный вклад в науку страны позволил ему в 1846 году занять ректорское место. Олег Ашин, Владимир Нелюбин, Универньюс. Россия занимает одно из первых мест среди развитых стран посмертности от сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, этот показатель неуклонно растет. Населению требуются новые методы лечения, разработками которых, кстати, активно занимаются ученые Казанского федерального. Подробнее смотри в сюжете Адели Шамиловой. Мы продолжаем серию сюжетов о проектах Казанского федерального университета, получивших финансирование по программе «Умник». В этом году в перечень заявок из Республики Татарстан, рекомендуемых для финансирования по программе «Умник», вошли сразу 8 проектов Казанского федерального университета. Об одной из них мы расскажем более подробно. Младший научный сотрудник Института физики Казанского федерального Виктория Гориева представила разработку лазерного комплекса для удаления атеросклеротических бляшек. Разрабатываемый прибор предназначен для лазерной ангиопластики. Суть ее заключается в том, чтобы разрушить атеросклеротические наслоения на внутренней поверхности сосудов человека путем облучения. Наиболее современным и наименее травмоопасным способом удаления атеросклеротических бляшек и сосудов является лазерная атероктомия или лазерная ангиопластика. С помощью этого способа наслоения разрушаются путем подведения лазерных импульсов непосредственно к бляшке. Наиболее опасные последствия, которым приводит атеросклероз, это инсульт, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, а при поражении нижних конечностей гангрена с последующей ампутацией. Водитель, остановите маршрутку! Ишемическая болезнь сердца и инсульт занимают первое и второе места в списке ведущих причин смертности в мире, публикуемых Всемирной организацией здравоохранения. Вот атеросклероз – это заболевание генетическое, присущее только человеку, к сожалению, имеет тенденцию к омоложению. То есть, если раньше считали атеросклероз неизменным атрибутом старения человека, то сегодня осложнения от этого заболевания в виде инфаркта миокарда или инсультов, да, ишемических, уже не обязательно для лиц преклонного возраста. Для наиболее безопасного превоздействия на сосуды и кровь учеными КФУ подобрана и выращена подходящая кристаллическая среда. Собран прототип лазера. Эксперименты проводятся на человеческих сосудах и бляшках, которые поставляются из 7-й городской больницы города Казани. Рост кристаллов осуществляется в лаборатории КФУ Института физики. Лазерное излучение подводится к бляшке через вводимый в сосуд катетер. Прибор будет предназначен для людей, страдающих атеросклерозом и находящихся в зоне риска инсульта или развития гангреноконечностей, вызванной из-за купорки сосудов. Адель Шамилова, Ленар Тавлесьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok